Владимирская область готовится к выборам. Недовольство жителей этого региона превзошло все ожидания. Проблемы, как снежный ком, выросли особенно в последнее время. Область влезла в большие долги. Кандидат на должность губернатора Владимирской области от КПРФ Анатолий Владимирович Бобров накануне выборов встретился с председателем ЦК КПРФ Геннадием Андреевичем Зюгановым. Но вначале кандидат рассказал о своем видении решения наболевших проблем. Я Бобров Анатолий Владимирович, иду на выборы на должность губернатора, главы администрации Владимирской области. Сделав осознанный выбор, считаю, что я способен выполнять эти обязанности. Для этого есть определенный опыт работы. Работал заместителем председателя Горсовета города Владимира. Более 8 лет заместителем председателя Законодательного собрания Владимирской области. Около 9 лет председателя Законодательного собрания Владимирской области. Определенные наработки есть, идеи, программы, которые я могу осуществить в результате избрания. Почему я решил пойти на выборы? Считаю, что представитель КПРФ должен пойти на эти выборы. Только у нас четкая антикризисная программа, программа действий на сегодняшний день. И считаю, что если представители КПРФ будут во власти, власть значительно улучшится. Проблемы в области на сегодняшний день обостряются. Если ранее дефицит областного бюджета был в пределах 1 миллиарда, сейчас достигает 4 миллиардов рублей. Да и кредиторская должность с 1 миллиарда возросла уже в этом году до 4 миллиарда. А для того, чтобы бюджет был бездефицитный, чтобы не было кредиторки, надо развивать промышленное производство. Надо привлекательность области для инвесторов делать всеми возможными путями. Как делать? Работая в законодательном власти, я представляю, какими путями это можно сделать. Вторая проблема для области – это дороги. К сожалению, Владимирская область находится в таком месте, что нужны дороги, качественные дороги. И когда от Москвы до Владимира ехать 7 часов, это, я считаю, непорядок. Здесь надо приложить большие усилия, прежде всего, с федеральным центром совместно заняться этой проблемой. На нашей области отстает даже от соседних областей медицина. Здесь надо приложить все усилия. 900 врачей-специалистов дефицит. Надо решать эту проблему незамедлительно. Даже имея больничные комплексы, прошли модернизацию медицинского оборудования, получили. Не имея врачей, мы не сможем оказывать качественную медицинскую помощь. Нам необходимы родильные дома, новые, современные. То, что мы имеем, это уже вчерашний век. Вот этим надо заниматься. По школам есть недострой ряда школ, который длится уже не 10, не 20 лет, а даже больше. Пример в городе Владимире, микрорайон Юрьевец. Более 20 лет. Вот эти проблемные точки надо решать. Я их знаю. У меня есть план действий, есть команда, и мы сможем решить поставленные задачи перед областью. Сегодня мы обсудим с лидером Коммунистической партии Российской Федерации, Геннадием Андреевичем Зюгановым, проблемные вопросы. Геннадий Андреевич всегда оказывал помощь во многих наших вопросах. Я надеюсь вновь на его помощь в этом важном деле. Добрый день, Дмитрий Андреевич. Сформирован, но я считаю, состав его не очень большой, можно было побольше специалиста привлечь. Вы можете по каждую акцию приглашать кого угодно. Какая нужна помощь отсюда? Если еще палатки есть, мне бы штуки четыре еще не хватает, сектори меня разрывают. Распространять по почтовым ящикам очень проблемно сейчас. Там политехнологов понаехало, Геннадий Андреевич, очень много. Бригады сформированы. Белый дом – это одни политехнологи, которых я не знаю. Столько бригад понаехало. И специальные бригады с ключками специальными. Это только на пикетах, в руки, на квартиры сдавать. Из рук руки. Бесполезно почтовые ящики. Во время встречи Анатолий Владимирович и Геннадий Андреевич обсудили жизненно важные проблемы области, выработали методы их решения, наметили стратегию ведения предстоящих выборов губернатора Владимирской области. Владимирская область у нас всегда отличалась солидной поддержкой Компартии России. Там много лет Виноградов работал губернатором, человек, которого знают в стране. Область сюда входила в пятерку самых сильных, самых успешных, самых стабильных и надежных. Это коренная русская земля. Это у вас хорошие условия для выхода на финишную прямую выбранной кампании. Я бы хотел не только пожелать успеха, уверен, что он будет, но и отмобилизовать весь наш актив. А мы и с центром максимально поможем по ходу этой выбранной кампании. У нас есть 10 конкретных позиций, связанных с требованиями отставки правительства. Они аргументированы, обоснованы. У нас четкая и ясная антикризисная программа. У нас широкая поддержка граждан страны, кто своим трудом создаёт главные ценности на земле. Поэтому вам пожелаю успехов и удачи. Будем вместе трудиться. Спасибо. Удачи. Хорошо.